Будем общаться с Владимиром о том, как правильно заниматься бизнесом не только в Астраханской области. Владимир, здравствуйте. Как настроение? Добрый день. Настроение отличное. Расскажите про то, чем вы занимаетесь. Я являюсь руководителем Центра поддержки предпринимателей Астраханской области. И мы приехали с своими экспонентами, привезли свои продукты. Каким образом отбирали участников для участия в выставке PeterFood? Экспоненты сами заявляются, они просят нас о проведении выставки, но мы, соответственно, принимаем решение проводить, не проводить. Сколько участников приехало сегодня вместе с вами? В данный момент нас 8 человек. Слушайте, это прекрасно. Это хорошая, большая, дружная делегация. Вы находите здесь. Какие задачи ставите перед собой, для того, чтобы выставка прошла для вас эффективно? Ну, как я думаю, как и все здесь экспоненты, наверное, первый – это поиск, наверное, все-таки партнеров, отделы сбыта. Но второе – обязательно, я считаю, что нам нужно произвести узнаваемость нашего астраханского бренда. То есть мы с собой привезли два уникальных продукта. Это у нас мука Тритикали, то есть определенный сорт, определенный состав, который, в принципе, нет в России. Она подходит для диабетиков, для спортсменов, ну, очень широкой категории граждан. И, соответственно, как бы вторая у нас идет растительная соль. То есть она сделана из растительного сырья и тоже аналогов в России не имеет. Поэтому мы как бы привезли два продукта, чтобы показать другим участникам. Ну и, соответственно, узнаваемость сделать. Проявляют участники заинтересованность, да, к вашим локомотивным продуктам? Я вам скажу, проявляют очень, потому что вчера возле нашего стенда собралась прям очередь по поводу соли. То есть все хотят узнать, что за новый продукт, и как это работает, и из чего он сделан. То есть это очень интересно. Ну, мы хотим пожелать вам успешного бизнеса. Пусть три дня пройдут максимально эффективно для вас, и пусть ваши локомотивные продукты станут, приоткроют для вас двери в большой мир ритейла. Спасибо вам большое, спасибо огромное. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»